На этой неделе в Книге рекордов Украины стало одним одесситом больше. 16-летнего мотогонщика Никиту Калинина признали украинским прорывом MotoGP. Он стал первым представителем нашей страны в престижной серии международных гонок. С рекордсменом и его наставником общался Александр Павлов. Хочу сегодня вручить этот почетный диплом Книги рекордов Украины в категории «Украинский прорыв MotoGP» первому украинскому участнику Red Bull MotoGP Rookie's Cup Никите Калинину. За спиной 16-летнего одессита Никиты Калинина первый сезон в престижной серии гонок Red Bull MotoGP Rookie's Cup. Он пока единственный спортсмен из Украины, который прошел отбор на эти соревнования. В этом году туда стремились пробиться 2000 ребят в возрасте от 14 до 18 лет со всего мира. В течение трех дней в испанской Гуадиксе проходил отбор, который удалось преодолеть лишь 12-ти сильнейшим, в том числе и одесситу. Теперь новобранцы участвуют в гонках с победителями прошлого года. Мы соревнуемся на мотоциклах КТМ 250. Все мотоциклы идентичные и полностью стандартные. В этом и есть прикол всего чемпионата, что все ребята едут на одинаковых мотоциклах. И никто не должен думать, едет быстрее у кого-то мотоцикл или у кого-то медленнее. У всех они одинаковые. А вот условия подготовки спортсменов перед отбором были разные. В Украине скоростных мототреков, где могли бы тренироваться молодые гонщики, практически нет. Поэтому почти всю зиму накануне отборочного этапа Никита вместе со своим отцом, тоже профессиональным мотогонщиком, провел в Испании и готовились к высокоскоростным испытаниям. В Украине мы тренируемся на мотоциклах, мото-кроссовых мотоциклах и супер-мото-мотоциклах. А уже, собственно, шоссе на кольцевыми гонками мы занимаемся в Испании. В Испании количество треков, там, наверное, десятка-полтора больших трасс и, наверное, несколько десятков картодромов. То есть это, скажем так, больше, чем у нас, раз, наверное, в 50. По словам Никиты, на прямом отрезке трека его мотоцикл разгоняется до 220 км в час. Такая скорость уже требует большого количества навыков. Поэтому Никита Калинин, помимо разных мото-дисциплин, занимается и общей физической подготовкой. Отец же, как главный наставник механики службы безопасности, помогает оттачивать навыки, чтобы свести риск аварий или травм к минимуму. Травматизм в мотоспорте ниже, чем в футболе, в хоккее, в фигурном катании на самом деле. Просто, скажем, нигде это не афишируется, если к этому правильно подходить. Поэтому ничего сверхъестественного нет, но как профилактику травматизма мы постоянно проводим. То есть мы занимаемся общей физической подготовкой, координационной. Дорогостоящую экипировку к соревнованиям частично предоставляют организаторы Red Bull, MotoGP, Rukis Cup. Например, такой костюм стоит около 2000 евро. Есть еще масса расходов, покрывать которые помогает небольшой бизнес-отца, мото-магазин. Павел Калинин признается, вокруг их общего с сыном увлечения уже выстраивается целая инфраструктура со своей командой. Сам Никита мечтает продолжить выступление в серии MotoGP. Я бы хотел еще остаться на два года в Red Bull, а после этого уже переходить в более высокий класс, мотоциклы класса Moto3. Вот так. После чего идет Moto2 и там уже MotoGP. Кроме международных соревнований, Никита участвует и в гонках украинского чемпионата. В позапрошлом году выиграл одну из категорий по юниорам, сейчас выступает со взрослыми спортсменами. По его словам, входит в тройку лучших. Их с отцом мечта, чтобы в Украине и Одессе появились гоночные мототреки. На внутренней арене росла конкуренция, а там и на международных соревнованиях будет больше достижений. Александр Полуев, Валентин Мирза, 7 канал.